Прежде чем смотреть наш первый материал, мы просим вас убрать от экранов детей. Красноярские активистки спасли два десятка собак и кошек из приюта для бездомных животных, которому они раньше помогали. Они собираются обратиться в полицию. Женщины уверяют, питомцев там не кормили и держали в совершенно жутких условиях. Многие погибли. Тех, кого удалось забрать, сейчас выхаживают ветеринары. Хозяйка приюта все обвинения отвергает и утверждает, что ее оклеветали. В этой истории сегодня разбиралась Алиса Рожкова и вот что она выяснила. Это видео сняли красноярки, когда приехали в село Новонекольское, чтобы проверить, как обстоят дела в приюте для бездомных животных. Хозяйки дома не оказалось. Стая голодных собак. Стая голодных собак истощенных. Пять погибших щенков они вынесли лично. Еще два десятка живых и несколько котов женщины увезли с собой. Одних определили в ветеринарную клинику, других раздали. Врачи говорят, у них истощение рахит, грибок и кишечная инфекция. Не исключено, что анализы выявят и еще букет заболеваний. На еду собратья по несчастью набрасываются с жадностью. Вот этого кота кормили ровно 15 минут назад. Марина и Светлана уверяют, приюты для бездомных животных помогают с этого лета. Рассказывают, привозили продукты, лекарства, давали деньги. Предлагали стерилизовать взрослых особей за свой счет. 12 тысяч рублей собрали на вольеры. Но когда приглашали рабочих, у хозяйки всегда находились дела. То, что лично привозила я, матрасы, канистры для воды, все это валяется по огороду в данный момент. В том состоянии, в котором не нужно, и так же выкинуто все. Больше всего поразило, это, конечно, очень страшно, когда живые щенки трупы едят. Вот это самое страшное. Теперь деньги на вольеры уйдут на содержание малышей в ветеринарной клинике. Но этой суммы не хватит. В день за всех животных здесь нужно платить 7 тысяч рублей. Особенно в чем сейчас нуждаются животные, говорят врачи, это крупа, чтобы варить им каши и пеленки. Из-за инфекции одной хватает всего на 10-15 минут. А это хозяйка приюта Елена Никирко. Говорит, занимается бездомными животными 6 лет, потому что жалко их. На жизнь себе и питомцам зарабатывает шитьем кукол и почти ежедневным стоянием в переходе. Здесь мы ее сегодня и застали. Женщина возмущена, утверждает, никаких денег от активисток не видела. Говорит, привозили лишь немного продуктов. Признает, погиб лишь один щенок, он замерз. Теперь другого возит с собой. А больше ничего и не случалось. Все наговоры. У меня воды нет, у меня света нет, помогите. На что? Реакции никакой. Вам нужно ставить вольеры. Я говорю, мне сейчас вольеры до весны не нужны. Мне нужна конкретная помощь, тепло и свет. Помогите. Реакции нет. Вам нужно всех стерилить. Я говорю, у меня условия для стерилизации холодно. Животные просто замерзнут. Светлана и Марина собираются завтра подать заявление в полицию за жестокое обращение с животными и мошенничество. Но стражи порядка говорят, чтобы доказать первое, нужны свидетели или неопровержимые факты. До суда такие дела доходят крайне редко. Что касается денег, то это чистой воды благотворительность. Наговора не было, значит и претензий быть не может. Животные будут находиться в клинике до конца недели. Им уже ищут новых хозяев. Но в приюте остались еще собаки и кошки. Олеся Рожкова, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.